это мы по моему прочитали до этого тоже что здесь да 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 Духовная энергетика, которая показывает свое действие в реальной практической жизни больше, чем в университетских методиках. Когда она хорошо очищена от внешних примесей, когда корней ор мать имшил газаёт неворуд, и взбивающих с толку лучей света, источник которых газаёт неворуд, дикие воображения, дикие фантазии, и стремление к злу, дурного глаза, широкой души, высокого духа, она возвращает уважение нации в прежней силе. Духовная энергетика, во-первых, проявляется в практической жизни больше, чем в учёбе, во-вторых, она должна быть очищена от внешних примесей и от грязи, проистекающей из душевного зла, душевной, так сказать, широты сознания, что зависти и так далее, зависти и высокомерия. Но когда эта энергия очищена, это единственное, что может возвратить уважение к нации в прежней силе. Не учёба. Посредством того, как она это делает, посредством того, что она возвращает патриархальную честь на сей Исраиль, руководителя Израиля. То есть, тот почёт, которым пользовались, я знаю, пророки и так далее, он должен вернуться. Присловив, что эти люди будут обладать этой энергией. То есть, эта энергетика, она идёт через цадиким, она идёт через праведников. И не идёт просто так. Сегодня у нас было несколько уроков на эту тему. То есть, поскольку, как я сказал, я сейчас очень много времени провожу в Ресовской Ишиве, там совершенно блестящий раф, равнатон. И я просто беру его уроки и перевожу просто, так сказать, с паскорта, с записи. Он об этом говорит очень много. Что единственный способ получить какую-то духовную энергетику, это только получить её от кого-то, у кого она уже есть. Для меня, как для Хабадника, это, кажется, идея не нова, у Рэби есть очень много на эту тему. Что это, как бы, люди зажигаются друг от друга. У Рэби есть идея, он очень любит этот стих, когда ты будешь зажигать свечи. Я объясняю, что это идея Рэби, это идея шлеха, идея учителя зажигать учеников. И, то есть, как бы, ученик не может зажечься сам от книги. Как правило, он должен зажечься от того, кто уже зажёгся. И он говорит, это самое большое правило в Туре. Это на самом деле передаётся от Авраама. То есть, эта духовная энергия, эта психическая энергия, как её здесь называют, она передаётся от Авраама, и невозможно получить её иначе, чем по этой цепочке. От Авраама это дошло, от Адама это дошло каким-то образом до Авраама через много поколений. От Авраама это дошло до Моше. То есть, он это так сказал, Равнатан здесь. Он сказал, что так же, как есть физические законы, так же есть духовные законы. А главный духовный закон, что энергия передаётся по каналам, а каналами являются цадиким. Поэтому он здесь говорит про цадиким. Он говорит, этот, Каводрухани, это духовная слава, она, этот духовный свет, передаётся через праведников, которых он здесь называет Несие Исраэль, Вельможа Израэля. Как бы другого способа не существует. Ему наруй цадиким. То есть, человек может учить Тору, опять же, из того же урока Равнатана, может учить Тору, может даже получить смеху через интернет. Но той энергии, того света, который по-настоящему там есть, у него не будет, у него будет только внешняя часть. Внутренняя часть получается только через душ. Как известно, так сказать, что Тора относительно душ, это всё-таки нечто внешнее. Душа – это внутри, а Тора – это снаружи. И поэтому, чтобы получить, в известном смысле, внешнюю Тору достаточно текстов, а чтобы получить внутреннюю Тору, это должен быть человек, который уже зажёгся, которого кто-то предыдущий зажёг. И нет другого способа передачи духовной энергии, чем как от учителя к ученику. И это вся идея вера в праведниках. Вера в праведниках, говорит, с полной преданностью, с полным воодушевлением, с живой связью, возвышают духовный уровень нации. Вейтарвуд, психит, и духовное психическое вмешательство. Шибал, и дей кешер хуши, шер нефашот, бэмамад, бэмциюта, мамаши, который происходит посредством того, что есть кешер хуши, как это сказать, связь, чувственная связь душ с реальностью, если я правильно понимаю. Аревит – это ор пнеми, ароддэ, бэгавэто, психология, гваш, адам, ильон, и шер, луки, бэмэд. Так иначе я понимаю, что эта духовная энергия от этих божественных людей, от праведников, она дальше идет в нацию. И дальше эти люди, хасиды, скажем так, назовем их, они уже действия в реальности приносят эту духовную энергию, психическую энергию в мир. То есть еще раз, есть каналы, которые называются цадиким, праведники, насеимы, вельможи, да, и так далее. Они распространяют эту энергию своим последователям, а их последователи приносят эту энергию в мир. Так, дословно перевести немножко трудно, но это смысл. связь душ с праведником, это связь любви и веры, две вещи, которые связывают цадика и хасида. метоха адана навшит, очищают душу, высоко моральные личности, которые воспринимают божественные потоки, то есть это цадик, который полностью поглощен восприятием божественных потоков. Ну, если кто читал, как раз у меня сейчас лежит книжка в комментарии Рава Венера на Орота Кодыш, он там приводит слова Давида Назира, что записи Рава Кука, дневники Рава Кука, это чистое пророчество, это божественная энергия, которую он улавливал и записывал. То есть, как бы у Давида Назира не было никакого вопроса, что именно так обстоят дела. То есть, это характеристика цадика, это человек, который очистил свою душу, который ищет мусорит, который отличается высоким уровнем морали, и он воспринимает эти божественные потоки. чтобы постоянное стремление к высшему благу распространилось в мире. Чтобы полная божественная милость проявилась над всеми живыми душами. Я сегодня на этой неделе как-то вспомнил, есть концепция, которая очень хорошо объясняет, что на самом деле означает вера в цадиким и духовная энергия цадикима, о которой здесь говорит Равкук. Теперь следующее. Есть пять уровней души, которые, я надеюсь, кто-то из вас слышал. Нефш, рух, нэшама, хая, и хида. Пять имен есть у души. Пять имен означает пять уровней. Снизу вверх они называются Нефш, рух, нэшама, хая, и хида. Нефш означает душа, рух означает дух, нэшама означает душа, хая аналога по-русски нет, и хида, точного аналога тоже нет. Так иначе все душа. В переводе это все будет звучать душа. Нефш это тот уровень души, который облачается в кровь. Руах это, как правило, ассоциируется с эмоциональными, с эмоциями. Нэшама это разум. Но есть еще два. То есть кровь, сердце и мозг это как бы те места, куда одеваются эти три уровня души. Душа нефеш одевается в кровь, рух одевается в сердце, и шама одевается в мозг. Тут все понятно. Дальше есть еще две ступени, которые называются хая и хида. Хасидизм и хабад их сопоставляют рацион в Таанугу. Рацион это воля, Таануг это наслаждение, эти силы называются макефами, внешними силами. То есть первые три это внутренние силы, они облачаются в конкретные органы, поэтому называются внутренние силы. И последние две внешние силы, макефим, окружающие силы, потому что они не имеют какого-то конкретного места, во что они облачаются. То есть когда человек что-то хочет, эта воля в известном смысле распространяется по всему телу. Таануг или малами Таануг. Нет ничего выше, чем Таануг. Есть еще одна ступень по системе Рао Гинзбурга и источник его иззора. Есть такое понятие шлоша, рошимба, кетер. Три уровня внутри кетер, которые называются шлоша, рошимб, три головы буквально в кетер. Кетер это корона, кетер это бессознательное. То есть вот эти две или три ступени, которые над этими тремя нижними называются макефим, называются внешними силами, они соответствуют бессознательному. То есть если три нижние эмоции, чувства и физическое тело человека, то верхнее это бессознательное в человеке. И поэтому Рэби пишет открытым текстом, что делает цадик, в чем состоит действие цадика, он притягивает энергию бессознательного, энергию хая и хида к своим хасидам. Рэби пишет одно из цихий, говорится, что так же, как Рэби тебе дал свою хая и хида, так и ты должен потом эту хая и хида дать другим, так сказать, шлихус и так далее, так сказать. так или иначе ясно, что психическая энергия это энергия бессознательного. В известном смысле можно сказать, что цадик это человек, который исправил свое бессознательное, и поэтому в его бессознательном течет очень сильный божественный поток, очень сильный божественный свет. И этой силой он способен, во-первых, исправить бессознательное других людей, а во-вторых, он дает им мощнейшую энергию. За приберами ходить не надо, хаббат, после, так сказать, катастрофы, после шоа, хаббаты, были, так сказать, считанные хаббатники, были разбросаны по всему миру, бедные, несчастные, абсолютно разбитые. Сегодня мощнейшая система, да, откуда? Это все энергетика. Появился энергетически заряженный лидер, и он собрал вокруг себя людей, послал их в шлихус и создал ту систему, которая, можно сказать, много хорошего, много плохого, но так или иначе, эта идея, эта система, наполненная энергией. Сейчас, в последнее время, я больше сталкиваюсь с брестловскими хасидами, там тоже самое, мощнейшая энергетика, и она захватывает мир. И так это работает, других вариантов как бы не существует. То есть, остальные, как бы, Сапор, кстати, тоже прекрасный пример, то же самое, мы там с нуля создали общину, очень многие другие хородины, с нуля создали общину, там же появлялись харизматические лидеры, они притягивали эту божественную энергию, которая есть, и праведная душа способна ее притянуть, и они возродили не потому, не потому, что они открыли какие-то великие открытия в области философии, например. Окей, но, говорит, единственное, что требуется, чтобы этот цадик, который стоит во главе этой системы, один или несколько, чтобы эти люди были, у которых исправленная мораль, которые очистили свою душу, и тогда божественный поток через них может идти. Эти лучи света духовного, духовного практического переживания. Очень интересное сочетание. Духовного практического переживания. То есть, ну, так сказать, ощутимое, осязаемое духовное энергию, так можно сказать. Как люди, когда едут в умань. Я в умань ни разу не был, не знаю, поеду или нет, но я понимаю, что там энергии очень много, и она, как-то, воспринимается. И вот эти лучи света, этой физически осязаемой духовной энергии распространяются на души людей, которые оторвались, которые чувствуют себя бессильными духовно. Которых преследуют мелкие духи, которые бушуют в их маленьком сердце. Прекрасно. Маленькие люди, так сказать, оторванные от потоков жизни, энергии, бессильные духовно, и преследуют у них какие-то абсолютно мелкие дуновения, бушующие в их сердце. И на них начинает светить этот дух высокого напряжения духовного переживания, скажем так, цадика. это смешение украшает души психическим украшением. расправляет искривление. Приближает к заслуге. И появляется свет прощения даже грешникам которые неспособны справиться со своей природой, со своей грубой природой. Даже такие грешники, которые неспособны подавить свою природу, на них светит свет прощения и искупления. Откуда идет этот свет? Свет праздников. Такое личное воздействие, которое в основном энергетическое, а не интеллектуальное, требует очень большой охраны. Это очень опасно. Другими словами. Но это великое благо в той пользе, которую она приносит. То есть Рав Кука полно мест, где он говорит о том, что очень опасно идти за одним только цадиком, потому что ты вместе с его психической энергией приобретешь также его какие-то проблемы. Поэтому лучше идти не за одним цадиком, а за несколькими. но сама идея энергии огромная польза для человека, особенно для человека, который согнулся под гнетом своего яцера, своих внутренних проблем, своих нерешаемых задач, которые происходят от узости его сердца. те волны, которые их топят, это что называется лягушатник, то есть люди тонут в лягушатнике, если совсем уже своими словами высказать это, люди, которые тонут в лягушатнике, вдруг появляются какие-то лучи света, которые поднимают просто на другую высоту, вот так. И даже грешник, которые уже согнулись под гнетом своей природы, которую они способны править. еще раз, это большая опасность для цадика и также для его последователей. Поэтому я спрашиваю, почему Рэби целый год отказывался принимать насию руководства? Потому что он понимает, что это мсрутнефеш, это отдать свою жизнь, если он чуть-чуть уходит в сторону. Прекрасно. Прекрасно. Значение этого духовного преимущества совершенно невозможно понять, если измерять его по воспитательным сторонам, даже воспитательным сторонам торы, которые в нем содержатся. Примерно как измерять Любавичского Рэби по тому, что он создал какие-то школы, еще что-то, еще что-то, еще что-то, ну что создал, построил, шли, фикус. Ну нет, основная его миссия это была энергия, которую он сюда приводил. И есть люди, которые это восприняли, поэтому Любавич живет. Если оценивать эту духовную энергию с точки зрения ее пользы, то это получается какое-то вся духовность превращается в какое-то, так сказать, бесплатное приложение к практическому действию. «Рабанутра, винат» будет оцениваться только с точки зрения чиновного строя, который она исполняет, с точки зрения порядка, который она организует. Смысл того, чтобы учить смеху, будет измеряться по ценности животных, птиц, кастрюль, ложек и всех остальных маленьких потребностей жизни, которые получают печать кошерности с помощью раввина. Не в этом состоит суть раввина, не в этом состоит суть элдаизма, а в той энергии, которую он притягивает. Хотя народ, простой народ считает, ну что такое раввина? Ну да, он ходит в шляпе и ставит эхшер. Вот за это мы ему платим. Нет, есть еще что-то. Если так оценивать смысл еврейства, смысл иудаизм, то это упадет очень низко. это источниками которая возвысит все духовные потребности на их настоящую высоту это может быть сделано достигнуто только личным воздействием которая питается от полного духовного переживания а это духовное питание в свою очередь притягивается от того что нам осталось от пророчества есть известный сихареби очень скандально для тех кто знает когда арабин называют предыдущего пророком поколения и так далее и так далее и так далее ну тут наверное нет таких настоящих местных которые знают такие места но здесь он говорит настоящий духовный лидер настоящий цадик он питается остатками пророчества то есть это своего рода пророчество только может быть на уровень ниже изгнание эти останки пророчества остатки этой духовной энергии изгнание они становятся все слабее потому что народ там становится все слабее аума орегет ликбой яхад ятед в арцах на народ который стремится забить буквально колышек своей земле вернуться к своей прежней силе она эту фразу я не понял а следующая фраза говорит что она обязана найти эту духовную линию эту духовную линию электропередачи которая будет течь внутрь нее внутрь нации во всех аспектах ее жизни в чем состоит где же этот источник энергии и шьют была великая личность и наиболее избранных ее лидеров не обязательно религиозные лидеры вполне могу сказать что бен-гурен был таким человеком что герцель был таким человеком не только не только цадиким это люди которые были приемниками великой духовной энергии и поэтому они создали то что они создали Натаньян тоже Натаньян сейчас правда уже сменилось поколение через несколько лет мы можем говорить насколько это серьезно это люди которые воспринимают духовную энергию и дальше так сказать они проводят эту энергию внутрь нации что эти избранные которые близки к источнику ее души души нации они полны видения и святой песни они ждут ожидают всей силы своей души света и спасения силы и почета есть отдельные личности в истории которые полны этой энергии и поэтому они занимают то место которое они занимают и поэтому они делают то что они делают не только Равкук я тоже бен-гурен а скала глюя холта хчитя а тора ниглетлива да открытое образование со всеми его украшениями и открытое тора если только брать ее отдельно шешла ин-эсэк им-кол ахайм асим-беда хищара которые практически занимаются практической жизнью да та часть торы которая как говорится занимаются практической жизнью или та часть науки которая занимается практической жизнью да логи ну это ищут азот они не способны породить такую личность То есть как рождается эта личность полная вот этой энергией духа, да. Ища шешуах бод, как раз была прошлая недельная глава. Человек, дух, которым есть дух. Человек, которым есть дух Всевышнего. И вкода семя лукея руха. Ища шешуах бод. Что назначит Всевышний Бог духа в человеку, в котором есть дух. И это человек, которым есть дух. Или это один человек в поколении, или это несколько человек в поколении. Так или иначе, такие люди должны быть, иначе это просто не работает. Он говорит, с помощью той одной открытой Торы невозможно породить таких великих людей. Такую великую личность, которая способна возродить нацию и землю. Это духовная энергия, она выйдет из своего сокрытого источника. Это я не понял. Он говорит, в мире свет, который идет и раскрывается скромным, но сильным сердцем и ждущим спасения. Избавление. На которых воздействует во всей их жизни. Такой тоже человек, который потратил всю свою жизнь на возрождение иврит. Он говорит, откуда ему это пришло? Он говорит, это вот эта психическая энергия, потоки которой текут через души великих людей нации. То есть они, эти великие личности, они во всем своем бытие подчиняются, как бы подключаются к тем божественным потокам, которые в живой душе еврейского народа в целом. То есть в душе народа в целом эта энергия есть. Дальше есть отдельные личности, которые способны воспринять эту энергию. Поэтому они делают то, что они делают. Эти божественные герои возьмут внутрь себя все общие потоки, все общие частные потоки, которые необходимы для возрождения. То есть фактически Равку говорит здесь, что народ породит таких людей, которые воспримут эту энергию и возродят нацию. Они возродят все отрасли жизни, все отрасли производства, все отрасли чувства и мысли. Каждому духу они раздадут добычу. Поскольку они сами оживляются этим божественным духом. Поскольку на них светит эта высшая милость. Это высшая милость, которая появляется, проявляется на душе, на реальной душе живого народа. Душа Бога раскрывается внутри его души, души народа. То есть народ в целом, он как бы сосуд для восприятия божественной энергии. А дальше этот народ в целом идет к праведникам поколения, к лидерам поколения, к великим людям поколения. А дальше уже на весь народ. Смешение областей, которые отдельные особы для каждой такой особенной души, каждой ее особенной области. Это облагородит все остальные души. Изъяны всех грехов человеческих будут стерты. То есть именно совместное смешение этих энергетических потоков праведников поколения, именно во множественном числе, великих людей поколения, они очистят все души. И все грехи человеческие сотрутся. И все грехи человеческие стремления к Богу и к Его благу, Тахдор бы кавея проникнет своими лучами, визерме нахолоданым потоками наслаждающей реки. Ко всем, кто соберется во имя возрождения святого народа на святой земле. Еще раз эти праведники поколения очистят все остальные души и сотрут все грехи человеческие. И высший свет осветит всех тех, кто собрались на святой земле для возрождения своего народа. Литературное творчество, когда оденится в дух нации, Ашава летхия, возвращающаяся к своей жизни, Тем цело отсрот хадашима ше лоб хиллали от. Настет новые сокровищницы, которых она не ожидала встретить. Во аси кет туве нефиши вихола о ланку лоб их издаем кодесу психологии локита зоремит. Чтобы занять лучшие души всего мира этим новым видением текущей божественной психологии. В этом народе, которая начала пробуждаться заново на святой земле, на земле, где она выросла, И она оживит божественным духом, который в ней все народы, дух всех народов. Ашава, нилогу кавар ме амалаха им, агасим, а родим ли хемла, Которые устали уже от труда грубой жизни, Которые бьют их беспощадна. Еще есть хазон ламоед, еще есть время. Не знаю, как перевести эту посылку. То есть машех придет рано или поздно, не обманет. Если он задерживается, жди его, потому что придет обязательно, не опоздает. Первая часть это я не понимаю, вторая означает праведник своей верой будет жить. Это естественно самый хаббатский, самый хасидский из всех возможных хасидских псуки. Возрождение нации, возрождение религии связано с цадиким. Да, от них требуется очистить свои души. Да, от них хасидов тоже требуется не увлекаться. Но через них выходит спасение. Теперь, пожалуйста, ваши комментарии. Можно вопрос задать? Конечно. Я уже не буду говорить о самой теории, физических, психиатрических терминах и так далее. Я с конца хочу вопрос задать по поводу, как это понимается, некоторые вещи. В последний момент вы пришли к прагматике, то есть благо в пользе. В конце концов, все, о чем говорилось, все эти связи с великими личностями, переход от Авраама и так далее, оно выражается в реальной жизни, в конце концов. Эти люди доказывают себя реальными достижениями для народа Израиля. Согласен. И вы привели примеры даже. Ну, я могу их и дополнить. И спросить вот такую вещь. Допустим, мы можем сказать, что таким духом обладали, допустим, и Герцель, и Жаботинский, и то, что вы назвали Натаньягу, и много других людей. Да. С другой стороны, вы говорили, что одной Торы как бы этого недостаточно. То есть это приходит как бы помимо Тора или, по крайней мере, совместно с Торой. Но не учение Торы главное, потому что учат Тора очень много людей. А такие личности, от которых мы говорим, они, конечно, были очень хорошо знакомы и знали эти традиции, чувствовали. Но я хочу заметить вот такой момент, что это все, этот весь дух, так скажем, да, он проявился благодаря их очень высокой культуре и профессионализму. То есть и Герцель, и Жаботинский, и Натаньягу, и любой человек, и Бегин, которые достигали каких-то результатов, кроме того, что они были политически очень утонченные специалисты. Они знали историю, экономику, военное дело. И это все, удалось им проявить этот дух именно благодаря этому. Вот тогда у меня такой вот вопрос, что есть ли у Рафа Кука такой вот намек, что вот раз не только Тора, и, соответственно, то, что я сейчас сказал, как бы это культура и образование, и знание, и профессионализм. Вот об этом кто-то что-то говорит, кто-то, или сам Раф Кук, или его последователи говорят о том, что необходимо освоить все эти вещи, там, ну, вот сейчас, допустим, актуально это Мишпат, это, да, там, и какие-то другие вещи, вот философия сейчас важна. Вот, что этими всеми вещи, чтобы этот дух проявился в ком-то, если есть такой человек, ну, допустим, можем ли мы считать, что приближается к этому духу, допустим, Раф Шерки, или, допустим, Пенхас Полонский, вот, модернисты, так сказать, вот, или кто-то из Хабада, который обладает такой вот культурой, который, или там, допустим, Раф Нойгершельт, или там кто-то, я не знаю, допустим, ну, Рыбий Любавический, он, как бы, был в Торе, это мы понимаем, его задача была, другая вот, или Раф Соловейчик, вот, они были ближе к Торе, а вот из таких людей, значит, во-первых, сами люди, во-вторых, указание на то, что надо очень серьезно заниматься всеми этими дисциплинами, чтобы эти искры реализовать в нашей жизни, да, вот, вот, и есть такой намек у Рава Кука, или есть ли у его последователей, потому что я не вижу их ни у, ни у всех людей, которых я сказал, вот, допустим, которые от Торы, как бы, больше отталкиваются, да, ни Раф Шерки, ни Маниту, ни философы там другие, вот, у них нет этого, не у них самих, у них нет этого призыва, как бы, к тому, чтобы, значит, это все, как бы, делалось, вот, это, это со стороны, со стороны верующих людей есть этот толчок, или это мы просто ждем, когда это, само собой, проявится в результате того, что есть вот государство, и люди будут получать образование, и в конце концов, какая-то личность выделится, вот, что вы можете об этом сказать? Я могу сказать, что Рава Кук говорит только об этом, исключительно об этом, о том, что духовная энергия должна получить сосуды, а сосудами является широкое образование, широкое изучение Торы, широкое изучение тайн Торы, мораль и так далее, он постоянно говорит только об этом, все статьи Рава Кук, которые я читал, говорят только об этом. Ну вот, конкретно, последователи, которые призывают к образованию, к глубокому изучению науки. Еще раз, Рава Кук конкретно призывал к образованию, он призывал, чтобы его ишивы изучали светские науки, здесь неподалеку от меня есть ишивы Гарри Цион, сионистская ишива, которая, так сказать, очень широко используется светские науки, там рядом у них есть Михлала и так далее. Да, это и была идея Рава Кук соединить одно и другое, светское и религиозное, он видел в светской науке и в светской культуре сосуд для восприятия божественной энергии, я думаю, что даже в этой статье, которую мы учим, об этом говорилось ни разу, ни два. Ну, то есть, надо только ждать результатов. Ждать никогда не нужно, надо что-то делать. Ну да, но те, кто, так сказать, учатся в этой Михлале и в этих институтах, у них как бы больше шансов проявиться. И вот мы как бы должны ждать, когда они проявятся. Человек должен задать вопрос, что я могу сделать, что должен сделать другой, это его хэшбон нефиш, мой хэшбон нефиш, что я могу сделать. Вот и все. Да, я могу найти, должен найти себе какого-то наставника, который зарядит меня этой энергией, да, я должен распространиться дальше. Ну ладно, понятно, хорошо. Ну, еще раз говорю, это вся идея Рава Кука, я не знаю, сейчас по-моему. Нет, я понимаю, Рав Кук это как бы сто лет назад уже, когда это все было, вот, а вот на сегодняшний день мы, кроме, значит, некоторых политиков, мы ничего другого как бы и не видим, да, мы не видим, чтобы это исходило от человека, хоть как-то более-менее связанного с Торой, более-менее основательным, да, то есть это обычно. Есть определенный кризис, так сказать, в религиозном сионизме, есть известное дело, кто выведет это из кризиса, хороший вопрос. Понятно, хорошо. Так, кто-то еще хочет? У меня еще вопрос. Пожалуйста. Окей, беседу. Да, я постараюсь быстро, то есть для ясности, вот духовной энергией может обладать и светский человек, который не близок к Таре, правильно? Конечно, конечно. То есть, другими словами, много примеров из истории, что есть личности, исторические были, точнее, личности, светские, не связанные с Торой, язычники, которые обладали вот этой духовной энергией, могли вести нацию, увлекать ее для достижений, для каких-то отрицательных действий, правильно я понимаю? Да. Тогда немного непонятно. То есть, это духовная энергия, она несколько нейтральна, то есть, она как бы, то есть, есть энергия, а ее преобразует и направляет в положительный русло и отрицательный. Сама личность это? Да, конечно. В основном есть два фильтра. Первый называется интеллект, второй называется мораль. Вот вся есть теория Равкука на одной ноге. Энергия та же самая, но если она не проходит через фильтры, то она очень легко превращается в язычество. То есть, выражение… То есть, выражение… Мы говорили об этом на предыдущих уроках по этой статье тоже. Да. То есть, выражение «все в этом мире есть лекарство и яд», и только доза определяет одно другого сюда более никак подходит? Однозначно. Однозначно. Это достаточно оригинальное определение язычества, но у Рава Кука оно встречается постоянно. Когда человек свою психическую энергию не фильтрует, потому что она идет с большим количеством примесей. Если он ее не фильтрует с помощью морали, торы и нравственности, то и также светской науки, на самом деле, Равкук включает эти фильтры тоже светскую науку и светскую мораль. И без этих фильтров человек может прийти к чему угодно. Когда заявляют, например, что надо сегодня убивать Гоев, потому что написано в Торе то-то-то-то-то, это значит, что человек воспринял что-то, абсолютно это не проветрил, не очистил, и гонит, и непонятно что. И то, как говорится, оскверняют этим, как говорится, имя Всевышнего. Ну и все, поэтому еще раз говорю, Тора тоже должна быть проветрена через эти фильтры. Какие-то вещи, которые написаны в Торе, если они не принимаются сегодняшней моралью, мы должны быть очень, современной светской моралью, они должны быть очень хорошо рассмотрены, пересмотрены, переформулированы и так далее, и так далее, и так далее. Это то, чем занимаются мудрецы Израиля настоящие. Фильтруют базар в прошлом поколении. Равкук занимался этим очень много. Потому что сегодня, может быть, нет таких смелых личностей. Ну как нет? Я недавно начал читать книги Давида Гартмана. Прекрасные книги у нас, кстати, уроки по ним и делаем. То есть это тоже попытка фильтровать базар. Мордох и Каплан. Я понимаю реконструциализм, это как говорится, бяка, да. Но он тоже фильтрует. То есть еще раз говорю, иудаизм это живое тело. То есть одна из идей, которую Равкук говорит, вы говорите, ворот от пучуа. Иудаизм похож на живое тело. Нация похожа на живое тело. Тора похожа на живое тело. Так же, как в нормальном живом теле есть процесс выведения шлаков, так же это в Торе, так же это в иудаизме вообще. Так же это в нации вообще. Если шлаки перестают выходить, человек умирает. Организм отравляется. То же самое, потому что мораль развивается, потому что наука развивается, потому что мир меняется. И поэтому этот процесс выведения шлаков, так сказать, отторжения того, что не может быть сегодня применено никаким образом, это постоянный процесс. Еще раз говорю, праведники занимаются этим очень много. Равкук постоянно говорит о том, что наши концепции веры должны быть очищены, исправлены. Есть масса статей на эту тему. Часть из них мы учили, Натан Котлеров учил, да, Телокин, по-моему, они сейчас учат, которые все на эту тему. Есть и Сурим и Маркин. Мы тоже одно время прочитали, по-моему, половину этой статьи, которые все на эту тему. То есть это весь Равкук об этом. Равкук говорит не только о духовной энергии, но и о сосудах для этой энергии, безусловно. Можно одно слово сказать? Да. Да, спасибо. Хотел сказать актуалия. Актуалия у нас всегда недельный раздел, правильно? Так. Правильно. В нашей актуалии, да, разделы… А, слегка, это предыдущий. Это предыдущий, Адарий Пенхас. Ну, неважно, приблизительная актуалия, Сабаба. Вот очень интересно, да, про слово Руах, Рухот, про которое мы говорили. Просто у меня это как бы зазвенело, и я посмотрел, себя проверил. Вы помните, да? Моше обращается к Всевышнему и говорит. Он просит его назначить преемника. Так это по-русски, да? Да. Так он говорит. Он говорит. Ивкот Ашем элокея Рухот. Назначит. И он Всевышнего определяет, Всевышнего говорит, как элокея Рухот. Как это перевести по-русски? Ну, как бы, властитель вообще говоря, ну, не духов, а… Я не знаю, как это по-русски перевести. Элокея Рухот. Ну, там Раши говорит, что властитель дум. Властитель дум. Властитель дум. Да, 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 да. Так вот, потрясающе совершенно, что Всевышний когда отвечает, а, во-первых, Моше перечисляет. Ну, там как бы технические параметры. Какой должен быть Манник? Он говорит, что это тот, который будет, грубо говоря, с народом будет выводить, входить. Он будет перед ними ходить. То есть он будет знать технических забот и каждой отдельности. Но потрясающий ответ Всевышнего. Что говорит Всевышний? Интересно, что он ему отвечает. Если это несимметрично, то очень как бы похоже. Что-то… Вот эта вот перекличка, да, Это говорит Даршени. Вот один из перушим, который я смотрел, мне очень понравился. Это определение Ман-Ига. Руах-бо – это человек, у которого есть достаточно сил внутри себя или духа для того, чтобы властвовать над самим собой, над своими срастями. А с другой стороны, он Ба-ля-рухот. Это что означает? Что у него также есть власть над рухот, который в мире. И это может быть созвучно над рухот, в смысле над духовностью, над знаниями, которые есть в мире. То есть это совмещение в каком смысле индивидуального, национального и универсального. Ну вот это то, что… Окей. Мне знаешь, что пришло в голову, только вот это сказал? Написано «Ягив хохматал хакимин». Есть такое выражение, да, что Всевышний дает мудрость уже мудрым. То есть, чтобы получить мудрость от Всевышнего, надо быть уже мудрым. Подобно этому, мне кажется, ответ Всевышнего, что в нем уже есть дух. Да, да, да. И поэтому ты можешь ему добавить свой дух. Да, да, да. И про Бетцалеля также сказано. Да. Хохматлев. Тот, у которого есть хохматлев, тому я дам хохмат. Да, да, да. Совершенно точно. Совершенно точно. То есть, что-то я хотел сказать. А, так сказать, в шаббат, так сказать, в Брестловской синагоге читали «Ликтай Мааран», «Ликтай Аллахот», как обычно. И там был совершенно замечательный раздел, который говорил про иммунат хохамим. То есть, как бы совпало тоже, да. И он говорит, где мы находим больше всего иммунат хохамим, мы находим гаторатный дарим. Разрешение обетов. И он объясняет там, что в письменной торе есть только гаторатный дарим. Отец может разорвать обет своей дочери. Но разрешить обет – нет такого понятия в письменной торе. Откуда есть понятие разрешения обетов – это чисто устная тора. И поэтому именно вопрос разрешения обетов – это и есть вопрос, где больше всего проявляется наша вера в мудрецов. Это связано с тем, что мы говорили. Потому что… Что такое разрешение обетов? Нам осталось от прошлого поколения такое наследие, такие тома. Если не будут какие-то мудрецы, которые будут разрешать обеты, которые скажут, что это неактуально. Это неактуально. Латир, да. Латир, да. То мы все зароемся в эту яму, в этот поток. Поэтому в каждом поколении на самом деле кох да и тера адив. Поэтому, так сказать, величайшие мудрецы говорили кох да и тера адив. Сила разрешающая сильнее. Можно вспомнить о Ваде Йосифа, который был матир Агуну. Сильнее, в смысле сильнее, 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 чем срещающая. Да, перевешивает. Потому что, так сказать, мудрецы, великие мудрецы Израиля всегда отличались силой разрешения. Равкук, который тогда разрешил Шмидту и так далее, да, и много-много-много других. Это мудрецы Израиля, которые умеют разрешать, потому что иначе накапливается такое количество неактуальных вещей, которые не дают людям жить. Разрешать, в смысле разруливать? Разруливать, да. Окей. И в этом проявляется наша вера в мудрецов. То есть мы не говорим, а вот в Торе написано, а вот в Шулхонорахе написано, а вот там написано, здесь написано. Ведь мы верим мудрецам, своим поколением, своего поколения, при условии, что это настоящий мудрец. Окей. Но для разруливания он должен быть рулевой. Такая идея. Он должен быть грамотным, как тут говорит Эмиль, он должен быть стороннеобразованным и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но в конечном счете задача мудреца поколения разруливать. Леотир. Да. Я сейчас много читаю Соловейчика, совершенно блестящий, конечно, его стиль, слоги, идеи. Тоже был таким рулевым. Мы говорим, партия наша рулевая. Сейчас мы говорим, Соловейчик наш рулевой, понимаешь, Равкук наш рулевой. А можно вопрос небольшой? Да. Вот был вообще пример в истории, ну, иудейской, скажем, истории, что вот два великих ума, два разруливающих, как вы говорите, какой-то вопрос был, допустим, у человека, и он обратился вот к ним двум, они оба авторитета, у обоих аргументы железобетонные, но они противоречили друг другу, и человек не мог выбрать. По-моему, из этого состоит вся еврейская история, нет? Нет, какой-нибудь такой вот. Ну, это вся еврейская история такая, нет? Начиная от Гилеля и Шамая, заканчивая Яков Эмдин и Йонатан Эйбшиц, Хасиды и Миснагиды, Равкук и Старый Ишу, а что, разве не так все? Именно так. Тогда получается какая-то неопределенность, которую непонятно, как решить. Все хорошо, потому что определение Бога – это неопределенность. Сказали, как из квантовой физики. Конечно, квантовая физика, просто заходите к нам на уроки, мы вас тоже познакомим с началом, квантовый иудаизм. Спасибо, обязательно. Где такие читают? А? Где такие читают, квантовый иудаизм? Да, да, да. Ну и все, весь иудаизм – это споры, разногласия и так далее. Потому что, да, в каждом из этих взглядов есть что-то божественное. Но самое главное – способность человека воспринять божественное. Оно идет только из противоречия. Мы буквально на днях проходили статью Расловичка, которая говорит о том, что именно неразрешимые противоречия, он говорит, чем диалектика иудаизма отличается от диалектики Гегеля, что у Гегеля противоречия разрешаются, а в иудаизме нет. Но с другой стороны, говорит, эти неразрешимые противоречия являются источником творческой силы человека. То есть, чем больше внутри человека противоречия, тем более творческой личностью он является. Если он разрешит себе противоречия, так ему надо будет только лечь в могилу. Окей? И родиться заново. Окей. Ну хорошо, отпустим Ицкака, правильно? Да. Но не хочется. Все, спасибо огромное. Было очень интересно. Не во всяком случае. Искак у Бома тоже было интересно. Он улыбается. Остальным тоже. Интересно, интересно. Да, все? Спасибо, Натан. И встречаемся через неделю. Да, баба. Я очень надеюсь. Я делаю такое некоторое промо. Вот у нас как раз Порошат Недарим. Блин, Эдер, говорю, на следующей неделе мы хотим начать хотя бы часть наших занятий, если не целиком, посвящать встрече двух больших умов. Вот один Ицкак Ройтман, второй Пинхас Полонский, которые будут совместно обсуждать те темы, которые мы здесь поднимаем. Я думаю, это придаст дополнительный рух, вообще говоря, нашим занятиям. Разрулить не знаю, но рух точно будет. Пинхасу большой привет. Окей. Все, всем счастливо. До свидания. Пока. Все, пока, пока, пока.